В Кызыле 4 октября в Национальном музыкально-драматическом театре Тувы выступит уникальный творческий коллектив хор Валаамского монастыря с музыкально-поэтической программой «Свет Валаама». В программе прозвучат старинные церковные распевы, русская классическая и современная духовная музыка, лирические и патриотические песни, Первой мировой и Великой Отечественной войн, стихи поэтов Серебряного века и современных авторов. Ведущей идеей работы хора является культурно-просветительская деятельность и духовно-патриотическое воспитание посредством создания концертных представлений, записей и изданий музыкально-исторических, мемориальных и тематических программ. Вход свободный. Сегодня в Туве отметили Всемирный день туризма. Торжественное мероприятие прошло в информационном центре туризма, где работников отрасли поздравили представители городской мэрии, а также министр культуры региона Алдар Тамдин. К этой дате было приурочено награждение практически всех отраслей туризма в республике. Потом у нас прошел конкурс тур-маршрутов в землях Скифов. И также летом, как мы все знаем, излюбленное место отдыха козылчан – это озеро Дусколь. И мы провели опрос в социальных сетях на лучшую туристическую базу озера Дусколь. И сейчас мы бы хотели вам огласить результаты и начнем с квеста «Поздадает тайну города Козыла». Также были отмечены туристические базы на озере Дусколь. По итогам народного голосования лучшей стала туристическая база Дерге. Кроме того, были награждены и студенты – участники тур-квеста. Также денежными призами были отмечены и победители конкурса проектов «Земля Скифов». Третье место выиграла Саланга Чапчел за тур выходного дня по святым местам Чахоля. Второе место присудили турагентству Туван Трип за проект «Красные пещеры». Первое место у колонола Кангара за туристический маршрут по следам Великого Ула. Для знакомства с культурой проживающих на территории республики в Агентстве по делам национальности Тувы открылась школа традиции. На первом семинаре школы собрались представители разных народов. Молодые активисты Ассамблеи народов Тувы поделились друг с другом традициями приветствий своих народностей. Национальный музей имени Алданмада Республики Тува в рамках Международного дня пожилых людей с 29 сентября по 1 октября предоставляет всем пожилым людям города Кызыла и республики свободное посещение национального музея. Экскурсионное обслуживание будет проводиться согласно прескуранту. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова